приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова сегодня 21 декабря я опять решила с вами пообщаться и совместить это общение с походом в магазин вайлберис пришел очередной заказ не может быть опять осечка будет заказала я все-таки искусственную овчину теперь уже там 30 процентов шерсти в каком-то отрезе другого цвета здравствуйте 10 процентов шерсти остальное искусственный какой-то материал в общем иду и смотрю под ноги так что теперь не то что о камере смотреть в камеру как такое резонансное видео было на канале сразу отвечу и на эти комментарии еще на один комментарий в общем поболтаем заодно если ткань подойдет конечно же придем домой я вам ее покажу и на диване разложим посмотрим как это будет смотреться но опять же если мне понравится вот иду как корова на льду у нас очень очень скользко но идти надо так вот в каком-то видео я рассказала о комментарии где мне писали что вы смотрите не на нас а вернее смотрите на себя любимую не на нас вот я рассказала про этот комментарий и что вы думаете такой резонанс еще пришел где-то два комментария один комментарий был удален копилочка вдохновения где я ответила подробно почему я смотрю возможно на себя друзья потому что я снимаю телефоном и разница вот я сейчас смотрю на себя а вот сейчас возможно смотрю в камеру это не факт потому что это такое маленькое расстояние в телефоне от своего изображения и камеры понимаете у меня не киностудия и неужели это так важно если я смотрю немножко не вам в глаза так скажем да вот зрение настолько сейчас у меня упало что я не то что этот значок камеры не вижу без очков поэтому уж не обессудьте кому не нравится можете не смотреть можете отписываться но я буду снимать как могу если уж кому-то не смотрю в глаза и если для кого-то это так важно пожалуйста не смотрите тогда меня я сейчас вот вообще смотрю даже не в камеру вроде-то себя снимаю да вот мужчина идет говорит не дай бог споткнешься действительно очень скользко очень прям такой голодище буду идти очень медленно но заодно с вами поговорю и кстати продемонстрирую комплектик здесь двойные варежки видите вторая вот тепло очень в них хотя на улице минус 5 но так прохладненько сейчас вам покажу дорогу которую мне нужно преодолеть возможно здесь вернусь что-то прям какая-то вереница машин и очень очень скользко так с той стороны нет сейчас дядечка поверну как раз меня прикроет ура мне повезло прям очень повезло вот перешло слава богу я не знаю почему здесь нет знака пешеходного перехода хотя он по идее здесь должен быть ну да ладно так что видите как хорошо этот комплект идет под эту дубленочку шапочка и так скажем снег воротник небольшой сегодня я начала вязать лёшку перчатки посмотрела несколько мастер-классы иду развалилась соседи по вот и буду вязать по-своему короче вы там не писали посмотрите на канале лана стильное вязание да у девочки хорошие мастер-классы я не спорю но я посмотрела эту это видео я навяжу перчатки с этим по моему анатомическим пальчиком я так и взять не буду рынок это вам нужно развернуться поехать по вот в той дороге володарского или как она и повернуть направо там по советской по центральной увидите с левой стороны вот о чем я там говорил про пальчик короче буду вязать вот в перчатках такой же пальчик индийский клин до называют вот налево потом вы там там больше некуда потом направо и вниз в самый вниз едете и там с левой стороны увидите такие колонны вот видите новые люди приезжают спрашивают где сельскохозяйственный рынок вот так что буду вязать по-своему и сами пальчики буду вывязывать тоже по-своему так как я думаю так как я рассуждаю вот был комментарий свяжите в мастер-класс по варежкам по рукавичкам друзья этих мастер-классов полным полно пруд пруде зачем я буду тратить время вы пишите я не не видела а что же там видеть набрали в поиске варежки спицами и смотрите кто какой пальчик вяжет попробуйте так попробуйте по-другому попробуйте обыкновенный пальчик и вяжите их очень очень много я же тоже учусь по этим мастер-классом конечно мастер-классом конечно же ну что-то свое привношу вот изменения какие-то так и вы основу видите а там как говорится фантазия включается как сделать лучше где добавить как закрыть пальчик как закрыть вот вот здесь по-разному можно закрыть кончик рукавички да так что дерзайте все информационное поле очень очень широкая поэтому я думаю что вы найдете так теперь еще отвечу на один комментарий забыла да и неважно женщина написала лена в чем дело вы раньше отвечали на все комментарии а теперь отвечаете избранным друзья у меня нет избранных вообще нет избранных людей на канале для меня все вы равны и одинаковы а не отвечаю я потому что сейчас видео выходят чаще чем раньше и соответственно поток комментариев больше да и канал вырос нас уже больше ста тысяч вот поэтому я у меня нет такой возможности отвечать на комментарии на все комментарии если уж звучит какой-то вопрос я стараюсь ответить если просто вы там пишите мне слова благодарности и то что вам нравится это может быть своим делитесь я отсылаю там сердечки сейчас сердечки с елочками потому что скоро новый год и все не обижайтесь пожалуйста на меня если я буду сидеть и отвечать на все комментарии друзья у меня ни на что не хватит времени а ведь я же тоже живой человек у меня есть какие-то и домашние дела да и хочется иногда и поспать и прилечь и отдохнуть днем кстати вот в это палатки будут печь хлебушек вот в таких тандыр называется до печках глиняных так что у нас будет очень вкусный хлеб это тут я как-то шла спросила у ребят что же будет они ответили летом почему-то сказали не знаю только летом или может быть до лета они будут делать там ремонт устанавливать их ну в общем у нас будет вот такая вкусная узбекская или как она там называется лепешка так что не обижайтесь на меня пожалуйста все читаю все но иногда даже нет времени отправить сердечко вы уж меня простите поэтому вот так так у меня по моему хочет разрядиться телефон мы уже дошли в наш парк вот что еще какие комментарии по поводу жилета вот который вам понравился вот это моя идея к шарфу привязать спинку да это я все вам покажу может быть даже в этом видео сейчас вот заберу товар из вас борис и придем домой или не заберу но все равно придем домой и покажу вам как вязать вы я думаю поймете там вообще ничего сложного нет единственное я не помню откуда я набирала спину снизу вязала потом вверху и привязывала или сверху вниз по моему снизу вверх потом закрывала и там пришивала ну вот к шарфику к части там где на спине ну ладно это придем посмотрим я вам покажу вот даже вы знаете друзья меня так задел этот комментарий что я не смотрю я смотрю на себя любимую что теперь ловлю себя на мысли что может быть мне искать эту точку которая меня снимает в общем не знаю да смотрю на себя любимую я не спорю а я вообще вы знаете смотрю видео и я в основном их слушаю почему-то вот как-то потому что смотреть вот четко от и до я не могу потому что я вижу я в основном слушаю видео поэтому я никогда не задавалась вопросом куда смотрит блогер то ли в камеру то ли на себя любимую для меня это было неважно я уже благодарна тем кто вообще снимает видео можно сказать на безоплатной основе а тут еще и нужно смотреть оказывается в камеру и потом друзья я же не диктор и телевидение и я могу и запинаться и может быть говорить неправильные речевые обороты и т.д. и т.п. поэтому принимайте меня такую какая я есть вот если кому-то это важно что я что-то делаю не так как вам бы хотелось то пожалуйста отписывайтесь отписывайтесь уходите не смотрите вот но пожалуйста не надо мне писать сообщение я отписалась ушли молча по-английски и как бы на этом все придут другие которым не важно куда я смотрю как я говорю а важно я как личность мои идеи мои наработки мой опыт и так далее вязание и в строительстве и в огороде так что общайтесь между собой в комментариях и такое происходит на канале не обязательно же мне отвечать сейчас ребят пропущу вот со школу дети пошли наверное иногда вы же сами мне помогаете видите что я не отвечаю отвечаете за меня на вопросы вот таня шипуля часто помогает мне на канале отвечает за меня на вопросы я очень вам благодарна так что давайте жить дружно мирно может быть чуть-чуть быть добрее друг другу и не обращать внимание на какие-то мелочи так ну вот за разговором я практически пришла к вайболис пусть мне повезет в этот раз заказала два набора ну конечно какой то из них из этих двух выберу что понравится больше а то второго откажусь там бежевый и белый цвет все друзья я пришла вайболис захожу отключаюсь и включусь уже дома ну что друзья я уже дома я уже положила этот отрез ткани вернее два отреза ткани на диванчик посмотрите как красиво это смотрится теперь нет разношерстных покрывал потому что диван угловой и конечно же но не застелить вот так красиво поэтому мне пришла идея вот купить именно вот такой отрез искусственные овчины значит сейчас я вам покажу картинки может быть кто-то вдохновиться идеей сразу хочу сказать что это не реклама все куплено за мои деньги но мне не так скажем не сложно поделиться идеями вот этих отрезов искусственные овчины может быть кому-то понравится и кто-то себе возьмет на заметку значит покупала я вайболис там есть два нет не два несколько еще серый я видела оттенок такой светло-бежевый и вот оттенок слоновой кости или молочный который сейчас у меня на диване но самое интересное что от цвета зависит и состав ткани здесь вот в этом молочном 30 процентов шерсти и остальное значит ну искусственный какой-то материал я заказывала два цвета один вот такой где-то как плед он может быть сюда и больше бы подошел вот такой вот светло-бежевый или может быть темно-бежевый ну вот в общем похож на оттенок вот как плед лежит видите на диване да но мне не понравилось как выглядит эта ткань какая-то она ну в общем не понравилось не знаю как это объяснить то ли больше кучерявости какой-то то ли она какая-то свалявшаяся была не знаю и она дороже но там процент идет 50 на 50 то есть 50 шерсти 50 акрила так скажем сейчас подойдут там лежит телефончик у меня я вам покажу люди фотографируют вот покупая эти эту ткань что они из нее делают может быть для вас это будет интересно и кто-то возьмет себе на заметочку мне понравились эти идейки сейчас вот коты мои ликуют да кстати шьют и котам из этой ткани вот смотрите вот кожаный диван наверное цвет такой же как я купила и вот эта ткань чтобы кожа не терлась вот люди шьют комбинезончики деткам внутри вот видите вот серый цвет такой же видите вот как будто больше свалявшийся вот такой у меня был и светло-коричневый или бежевый вот вот шапочки даже сьют вот такие ну естественно игрушки можно шить а вот киска я так поняла которая без шерсти как она называется египетская или как вот для нее сшит вот такой рюкзачок и сказала такая теплушечка ну вот вот по я вам сейчас тоже покажу с изнанки ее ну в общем эта ткань вот даже девушка пошила себе шубу представляете из этой же ткани какие у нас рукодельные люди я же говорю нам не страшны никакие санкции вот вам пожалуйста шуба сшита так ну наверное здесь а ну вот тоже курточку делали вниз вот вот такие отрезы значит отрез здесь полтора на метр метр пятьдесят на метр вот такие вот отрезы вот тоже комбинезончик сделан ну в общем я думаю что какие-то кто-то идейку для себя подсмотрел вот котиком делают видите вот такие вот покупаю джу ткани вот пожалуйста целый городок для братьев наших меньших да хорошая штучка вот это мне понравилось а то что я в озоне купила но синтетика синтетика вот деткам шьют комбинезончики с этой тканью в общем много всяких идей вот тоже угловой диван подушки сделаны вот тот же диван в общем красота друзья видите здесь вот диван чем он вот вот он вот так и вот так идет подушка дивана если стелить покрывала тогда вот здесь некрасиво но получается в эту сторону некрасиво в эту сторону некрасиво в общем я сделала значит отдала по 1045 рублей кусок то есть две тысячи 90 рублей вот это которая потемнее две с половиной ну там состав другой там 50 на 50 естественно шерсти больше и отсюда же цена сейчас вам покажу как выглядит изнанка здесь я даже не буду ничего но она такая как сказать не посыпется чем-то ткань обработана я думаю что и после стирки ничего ей не будет ну типа трикотажной такой что ли подкладки внизу она практически не лезет если лезет то совсем чуть-чуть вот ну вот я беру вот вы видите что она практически не лезет эта ткань в общем друзья я довольно честно скажу теперь мне нравится этот наш уголок и сразу видите и плед сюда как-то вписался он лежал вот здесь вот на углу а там покрывала ну в общем была сборная солянка и мне конечно не очень это нравилось а потом пришла вот эта идея и сразу все заиграла совсем по другому красота я думаю что это недорого за 2100 сделать вот такую красоту дома начала я вязать лёшику перчатки пряжа опал вот такого цвета но не передает у вас прям цвет как который мне нравится она более в такой коричневый и подмешала сюда бамбуковую пряжу сейчас вам покажу это конечно распуск вот такого оттенка это бамбук очень мягкая когда-то у меня был такой жакетик крючком я когда-то вязала только крючком вот я распустила и в смесовке получается очень хорошая плотная резиночка держащая форму ну и подходит по цвету пряжа опал вот такие будут перчаточки лёшику к новому году небольшой подарочек вот видите как мы прямо один в один попала с оттенком так что вижу здесь будет вот этот анатомический пальчик или индийский клин в общем буду вязать на свое усмотрение безо всяких мастер-классов как я чувствую в общем это будет у меня как сейчас модно говорить интуитивное вязание вот этот вот эту часть я конечно же распущу здесь 150 грамм может быть тоже куда-то в подмот пойдет это ниточка бамбуковая ну а теперь давайте расскажу немножко об этом жилете я его назвала кардиганчик ну пусть будет это жилет который связан на основе шарфа или шарфа как правильно не знаю то есть у меня связался шарфик и сначала я его носила как шарф вот обычный шарф с косами до нужной длины естественно а потом я довязала спинку вот это шарфик вот обычный обычный шарфик я посмотрела я связала все-таки спинку снизу рассчитала петли спины здесь вы видите обычный рубчик мне нравится очень не заворачивается вниз то есть это три лицевые 1 изнаночной вот и весь узор но и кромочная с накидом здесь нужно обязательно чтобы вот такой был край потому что здесь присутствуют вот вы видите разрезик и просто безо всяких прибавок набрала вот здесь вот петли снизу естественно померила по своему размеру и просто вязала полотно вверх до линии проймы вот а здесь начала убавлять видите вот даже видно вот по резиночке видно что здесь пошли убавки вот такая трапеция пошла здесь айкорд ну чтоб красивенько смотрелось то есть айкорд с одной стороны и с другой стороны вот он да это и корт вот и все прямо закрыла и дернула камеру вот здесь потом прямо закрыла петли и пришила с другой стороны крючком вот вы видите столбиками без накида но пришила так чтобы шарфик как бы сверху лежал видите не на кончик шарфика а немножко подальше чтобы вот этот шов сверху как бы шарфиком прикрывался ну чтобы красиво это все смотрелось друзья это чисто моя импровизация вот и все трапециевидная спинка с убавлением петель для проймы ну вот тут вот сколько-то петелек убавилась а потом какое-то расстояние вязала прямо вот и все получилось вот такая подмышечная пройма до шарфики ничего шарфик там просто прям просто шарфик связаны вот и все вот и вся модель и очень очень красиво симпатичненько смотрится вот то есть трапеция вот так прямо трапеция закрытой петли и красивенько пришить понимаете да вот здесь пришивала ввязывала вообще-то крючком столбиками без накида вот это при это пряжа муза китайская кстати здесь интересный состав шерсть и лен попробуйте и и она не всегда бывает но бывает муза и смесовка здесь вот не помню то ли дорогой мохер то ли от ализе но в шарфики точно по моему там где возле шеи да вот здесь чувствуется кид мохер дорогой а здесь мохер от ализе вот этот который дешевый роял он тоже называется кид мохер ну естественно это дешевый мохер от ализе все здесь разрезе ки вот и вот такая модненькая удобненькая модель к вот такая красота так что вяжите я думаю что ну всем понятно как как это все просто вяжется естественно можно сделать вот здесь вот пуговицы вот следующей модели я мне не нравится вот эта петелька я тут ее уберу может быть кнопку пришлю неудобно расстегивается можно на шарфике вывязать прорезь для пуговички но здесь пуговиц много нельзя здесь одна две пуговицы лучше 1 тогда эта моделька смотрится красиво к сожалению у меня сейчас нет манекена пока что в москве лёшек мне его не привез вот я бы показала на манекене но вы видели уже там вот в недавнем видео на мне так что вяжите мои хорошие не ждите меня у меня сейчас тут по плану связать перчаточки шапочку в общем небольшой подарок подарочек для лёшек а но я на этом буду заканчивать сегодняшнее видео я надеюсь вам было интересно я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока